В Беларуси завершается сев яровых. Аграрии уже освоили 80% площадей. В планах закончить работы до 20 мая. В это же время в южных районах начнётся и первый укос трав. Также в сельхозорганизациях уже посеяно более половины всех объёмов корнеплодов. На финише и кукуруза. Ставка делается на богатые протеином и витаминами культуры. Беларусь и Россия активизируют интеграционные процессы в рамках союзного государства, в том числе и в сфере образования. У наших ребят появится ещё больше возможности обучаться в престижных вузах страны-соседки по квотам правительства РФ, то есть за счёт федерального бюджета. В этом году на этих условиях смогут поступить 1300 человек. Ядерное топливо с БЛС будет прирабатываться в России. Подписано соответствующее соглашение о сотрудничестве, то есть облучённые тепловыделяющие отходы реакторов будут отправляться в РФ для временного технологического хранения и обработки. Затем их вернут в Беларусь. Первая партия для вывоза будет сформирована в 2032-м. Беларусь заняла третье место по обеспеченности картофелем. Такие данные опубликовал Евразийский банк развития. Первая и вторая позиции в рейтинге у Казахстана и Армении. Наша страна уверенно лидирует простительным маслам, сахару, молоку, яйцам и мясу всех видов. Республика может накормить не только себя, но и других. Не случайно в последние годы значительно вырос экспорт сельхозпродукции. В РНПЦ от травматологии и ортопедии разработали новый метод малоинвазивного хирургического лечения позвоночника. Этот способ подходит пациентам с травмами и заболеваниями грудного и поясничного отделов. Процедура проводится с применением современных инновационных металлоконструкций через небольшие разрезы кожи, что значительно сокращает болевой синдром и сроки реабилитации. По этой методике уже провели 15 успешных операций.